В тяжелых ледовых условиях или при повреждении проводимых судов может возникнуть необходимость буксировки их ледоколом. Проводимое судно должно заблаговременно подготовиться к буксировке. Подготовка к ней заключается в следующем. Якоря убирают на палубу, что необходимо для продевания буксирного стропа ледокола через якорные клюзы. На судах, у которых клюзы выходят близко к ватерлине, вообще рекомендуется перед входом в лед убирать якоря на палубу, так как они могут быть повреждены торосами и отдельными льдинами. Суда при плавании в ледовых условиях должны быть всегда готовы к поднятию якорей на палубу. На баке готовят в достаточном количестве бросательные концы и тросы-проводники со скобами для приемки буксира с ледокола. С ледокола буксир подается обычно с усами, стропом, который продевается через клюзы буксируемого судна. Далее, заранее готовят все необходимое для принятия и крепления усов на палубе судна, для чего через клюзы заводят стальные тросы-проводники со скобами, предназначенные для присоединения их к концам усов, которые будут протаскивать через клюзы на палубу. Необходимо предусмотреть быструю отдачу буксирного стропа, поданного с ледокола. Один из способов крепления стропа заключается в том, что выходящие через якорные клюзы на палубу огоны усов связывают манистским или пеньковым тросом. Для отдачи буксира этот найтов рубят. Можно также закрепить буксир, продев через огоны усов бревно, но такой способ не рекомендуется для больших судов, так как быстрая отдача буксира затруднена и работа с бревнем-то опасна. Если буксирный трос ледокола не снабжен стропом для продевания через якорные клюзы буксируемого судна, надо приготовить строп, выходящий за борт судна через клюзы, или изготовить брагу, обнесенную вокруг палубных надстроек, надежно соединенных с корпусом судна. Современные ледоколы оборудованы буксирными лебедками с буксирными тросами, специальными кнехтами, клюзами и стопорами для буксира. Для буксировки вплотную используется специальный буксир, усы, короткий стальной трос с огонами на концах, которые пропускаются через якорные клюзы буксируемого судна. При ледовой проводке в сплоченном тяжелом или торосистом льду применяют буксировку ледоколом вплотную. При этом способы буксировки ледокол подтягивает проводимое судно вплотную свой кормовой вырез. Упираясь в кормовой вырез ледокола и работая двигателями, буксируемое судно увеличивает общую мощность, необходимую для преодоления сопротивления льда. Буксировка вплотную применяется также в случаях, когда караван попадает в сжатый лед.